Привет всем! С вами ваша Силва Butterfly, Серебряная Бабочка. И вот опять наступил момент, я иду на вечеринку. Что я буду надевать? Наверное, прежде чем я подумаю, что я надену, я буду перебирать парфюмы, запахи и предаваться каким-то мыслям и делиться с ними, с вами. Во-первых, распакую вот я вот эту упаковочку. Это у меня Нарсисо Родригес. Это, по-моему, уже третья по счету. И потом я еще дарила. Сейчас будет сюрприз. Кстати, на вечеринку я хожу, потому что зовут. Вот, зовут, иди, бьют, беги, да. Если у вас зовут, вас, конкретно, вечеринку, не сидите, не отсиживайтесь дома, не нюхайте вы эти парфюмы по сто тысяч раз. Лучше просто идите на вечеринку с парфюмом, который у вас уже есть, с самым любимым, или таким, который вас защитит от всего. Вот сейчас у меня подобралась такая подборочка парфюмы, которые меня защищают от плохих комментариев, от плохих взглядов, от плохих людей. Что я делаю? Достаю. Такую прелесть. Вот этот кафе я достаю. Это Нарсиса Родригес. Серебряная такая пудра. Вот она. С запахом. Что я делаю? Я просто-напросто на мои голые плечи, кому они, кого они бесят, могут не смотреть. А я опылюсь. Кстати, он дает такое свечение. Можно даже лицо немножко. Жалко, что сейчас солнца нет, вам бы было видно. Такие мельчайшие-мельчайшие коробицы. И это такая дымочка, такая очень легкая, прозрачная, просто намек, конкретно намек на парфюм эссенс, который у меня тоже есть. Это вот такой продукт. Кстати, не всегда обязательно покупать парфюмы. Покупайте в пудрах, покупайте в рассыпчатых пудрах или в блесках пудрах. Там будет немного, только намек на запах, но вам этого будет достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот это вот вещь. Если бы у меня еще попалась такого плана какая-нибудь фиолетовая или что, я бы обязательно купила. Про фиолетовую я скажу чуть позже. Ну, конечно, какие меня парфюмы защищают и с какими парфюмами я спокойно могу дать отпор. Вот с этими двумя. Вот эти парфюмы мне делают очень много помощи. То есть, даже если тебе страшно, да, и если это ночь и темно, наносишь немножко этого парфюма и тебе уже хорошо. кайф. Кайф, кайф. Обожаю. Вот чего-то они, кстати, отличаются, если так вкратце. Для меня вот этот сексуальная девчонка, просто сексуальная девчонка, может быть, в эти года, 2019 и выше, она будет пользоваться совсем другим. Но для меня вот это, это я, такая сексуальная девчонка, до сих пор вот в мозгу такая осталась. И ничего я с тобой не могу поделать. То есть, я не люблю, когда меня затыкают, я не люблю, когда мне диктуют, что говорить, что не говорить, я уж сама разберусь, что мне говорить. Или там советуют конкретно, конкретно, что говорить. С этим тоже нужно разобраться, потому что я буду говорить только то, что я хочу, а не то, что вы от меня требуете. Кстати, вот этот вот, он даже как бы немножко здесь, вот эта сладость, переходящая в мох, да, вот так, как бы так. А вот это пластиковая роза и секс. Вот как-то так. Что еще? Вот. Я всегда пробегаю к этому аромату, когда мне нужно дать сдачи. или когда я хочу быть очень уверенной в себе, или когда мне кто-то угрожает. И я на эту угрозу отвечаю вот так. этот парфюм, этот парфюм, у меня помощь. Для кого-то, вот допустим, смотрите, да, еще один момент. я купила, я купила этот парфюм, я купила этот парфюм, вру, меня подарили этот парфюм, в чем любимый человек подарил, тогда. Я его пронесла через года, и этот парфюм, он стал больше, чем парфюм для меня. Это стала часть жизни, часть эмоций, вернее, многие эмоции вот в этой жидкости, вот в этом флакончике, такая темно-фиолетовая луна, полумесяц, да, я не могу эту же самую любовь прикрепить в вашу голову, да, то есть у вас в голове в те годы что-то другое происходило, у вас, может быть, и не было этого парфюма, а, может быть, события, связанные с этим парфюмом, ну, никак не зацепили вас, потому что это должно быть у каждого свое, у каждого свое воспоминание, и вот именно это воспоминание присуще мне, а тот кто-то побежал, купил, а потом никак не впечатлился, но это все правильно, потому что у вас не было связано с этим жизнь, как можно вообще покупать парфюмы постоянно в поиске того идеального и уже забыть, какой по счету парфюм, а все равно еще продолжать скупать их и все искать вот этот вот какой-то мифический запах. Надо не запах искать, надо просто искать воспоминания в том парфюме, когда вы были, а если у вас его не было, ну тогда это как бы поезд ушел, надо просто тогда создавать воспоминания здесь и сейчас, наносить этот парфюм, идти куда-то, а потом эти воспоминания привносить в жизнь при помощи парфюма. Надеюсь, вы поняли, о чем я, потому что мне даже многие спрашивали, вот как купить, допустим, парфюм, такой-то, он столько стоит, он такой дорогой, он неподъемный, а потом еще, не дай бог, купит и разочаруется. Я буду виновата, потому что мои эмоции совпали, а человек, который никогда его не носил, или, допустим, он даже не родился в то время, он купит, он этого не поймет. Парфюм должен прожить с вами какой-то период времени, прожить в ваших мыслях, в ваших приключениях, в ваших рассказах, и только тогда он обретает свою силу. Вот что я скажу. То есть вам не обязательно покупать парфюм, тот, о котором кто-то хорошо отзывается. Купите свой парфюм, но будьте в нем. Надеюсь, я донесла. И когда вы будете в нем почаще, вас заметит ваш любимый человек, у вас будут воспоминания об этом парфюме и вас в нем. И что же я хотела сказать в конце. Вот парфюм бы сделали вот такого плана, и я бы его купила, и вот это был бы мой конкретный signature scent, как говорят по-английски. Signature scent – это ваша парфюмерная подпись. он настолько современный и настолько странный и настолько интересный, и почему не сделают именно такой запах. Это всего лишь свечка Warm Tobacco Pipe. И вот этот Warm Tobacco Pipe – это теплая табачная трубка. Я вам рассказывала рассказ. Это очень такой грустный рассказ. Может быть, я его повторю и расскажу более подробно. Единственное, что я вас прошу, когда я вам рассказываю мои личные истории, используйте их как inspiration, как говорят по-английски, как вдохновение, а не так, как многие хейтеры это интерпретируют. Так что ждите меня в следующем клипе. Я наверное все-таки расскажу вам о нем как-нибудь. А на этом я заканчиваю свой репортаж. Всем всего самого хорошего. С вами была Silver Butterfly. Серебряная бабочка. Пока-пока. Маленькая приписка. Не забудьте нажать на колокольчик. Хоть раз в жизни. И тогда Silver Butterfly к вам придет намного чаще в ваш дом. Всем всего хорошего. Это я.